Очередное оперативное совещание сегодня прошло в расширенном составе и на это сразу несколько причин. С поздравительным словом выступил глава района Владимир Демин. На днях Надежда Волобоева отметила свой день рождения. Более 30 лет Надежда Александровна проработала в администрации Раменского района, а с сегодняшнего дня отправляется на заслуженный отдых. Сказать ему большое спасибо за работу, ну и пожелать всего самого доброго. Может быть, Бог даст через много лет с каким-то серьезным юбилеем я вас на эти сцены поздравлю, а все присутствующие с удовольствием это поздравление поддержим. Владимир Владимирович, там, где его замы, где замы, руководители администрации, всегда идет вот это слово «ротация», все время идет смена. Это нормально, это нормально. Приходят молодые, уходят люди определенного возраста. Кто-то идет на повышение, не столько людей из Раменского муниципального района ушли на повышение в область и в федерацию. Поэтому пользуются кадров. В пятницу во Дворце культуры «Победа», что в поселке Удельное, состоится праздник труда. Об этом доложил первый заместитель руководителя администрации Антон Попов. Мероприятие у нас начинается в 15.00. Хотел пригласить вас на это мероприятие в 14.30. Так как в пае Большого зала ДК «Победа» будет работать хорошая выставка компании «Востоксервис», предприятия «Пиявка», «Институт красоты», будут выставлены рисунки наших ребят. Также в выставочном зале будет демонстрироваться выставка «Историко-художественного музея», которая была у нас на дне города. Весна – пик обращений и жалоб по поводу состояния дорожных сетей. Ситуация в районе некритичная, отметил Николай Воробьев. Сегодня стартовал период ямочного ремонта, очистки тротуаров и проезжей части от грязи, а также мойки и покраски остановочных пунктов. Далее главы поселений доложили о ситуации с незаконными рекламными конструкциями. Ситуация по рекламе по Игорьскому шоссе нормальная. Еженедельно проезжаем отслеживанием. Ну, по столбам ведем плановую работу зачистки столбов. Еще раз просим поддержки Государственного технодора. По содержанию с рекламными конструкциями также мы регулярно боремся. У нас есть две постоянные точки, где мы срываем, вешаем на это место снова, то есть ищем собственников. Что касается ремонта дорог, содержания рекламных конструкций, наведения порядка, эти работы мы должны закончить 1 мая. И наш город, центры наших поселений должны выглядеть достойным образом, достойным образом, как это всегда было. Причем в этот раз нам благоволит погода, но так получилось, что грязи-то особо и нет. И, к удивлению, я сам не понимаю, почему мусора намного меньше. То ли мы стали лучше, то ли мусора меньше, не знаю. К сезону работы в 2016 году создан план технических мероприятий по подготовке городского парка. В первую очередь это касается внешнего благоустройства и хозяйства аттракционов. В этом году мы в парке кое-что сделаем. Ну, например, первое. Мы восстановим лиру, покупайте гармонию. Ну, и все, что нужно для того, чтобы горнуться в прошлое замечательное время. Совет ветеранов. Вы меня услышали, да? Вот. Мы сделаем, мы отдадим должное нашей истории, восстановим лиру. А потом, живы будем, не помрем, амфитеатр. Отметив высокую организацию совещания, в беседу вступила Лидия Антонова, член Совета Федерации и Федерального Собрания. Речь зашла о системе образования. За эти годы мы смогли сделать с помощью наших муниципальных коллег, нашей науки, очень многое в Московской области по образованию. Реально являемся лидерами среди субъектов Российской Федерации. Мы преодолели многие проблемы. Мы не допустили закрытия сельских школ. Мы постоянно, до сегодняшнего года, подышали заработную плату. То есть, много-много чего сделано. Я думаю, что кто захочет, это может узнать из того материала, которое будет. В общем, наработана система, которая позволяет иметь такой запас стабильности, прочности и в сегодняшние непростые времена. В завершение оперативки выступили представители служб экстренного реагирования. По вопросу пала травы мы ждали, Владимир Федорович, за прошедшую неделю выход машин возрос до 130 выездов. Но силы имеется. Спасибо большое главам администрации, которые своевременно локализовали и участвовали в тушении пала травы. Особенно пришлось на субботние и воскресные дни. На территории, за прошедшую неделю, можно представить, как контролируемо. Несмотря на некоторый рост числа обращений граждан, зарегистрировано свыше 1400 обращений. В основном они бытового характера. По преступлению, значит, зарегистрировано одно убийство раскрытое. Один был грабеж, также раскрыт. 11 краж раскрыто 7. Два факта изъятия наркотиков. На территории района произошло 88 учетных ДТП. Погибших граждан нет. Один человек пострадал. Значит, 650 человек и очень много административной ответственности. Екатерина Алфимова, Сергей Яковлев. Для программы «Городские вести».